Вы знаете, я противник коррупции таковой. Ну, ненавижу я это дело, коррумтированность нашу. Хотя вы должны понимать, что без коррупции... Хотя, с другой стороны, без коррупции есть государства, в которых все нормально, и все нормально они проживают, и живут они хорошо и красиво. И есть такие страны, где нет коррупции. Мы не будем говорить про капиталистические страны. Не-не-не, у них там с этим проблемки. А есть не коррупционные страны. Так вот, не коррупционные страны это что? Это Куба, Китай, Вьетнам, Лаос, Кампучия, Ангола. Такие неплохие государства, где все нормально, ровно, красиво. Что касаемо нашей коррупции, я бы не был противником того, чтобы наши магнитогорские болельщики металлурга пили бы качественное пиво. Давайте все-таки определимся, что у нас в городе есть три завода. Ну, в смысле, два завода. А это не совсем магнитогорский завод, это завод Верхнеуральский. Так я бы, конечно, всем рекомендовал сделать вариант другой. Дать, в конце концов, возможность людям не только радоваться, ну, если это радость, отдельные сорта пива Helles. Оно было хорошее, красивое в свое время. Сегодня, сейчас, я не знаю, но я его пил, знаете, я не знаю почему, но у меня кишки сразу же сворачиваются, и я хожу на кака, и все это дело выливается, и башка у меня такая, вот такая была. Была то, когда то. Но сегодня я немножко перешел от дивной традиции, но им всегда нравится традиции магнитогорцев. Для того, чтобы у них не было просирания, обблевания, башкоболения, так вот этого у вас не будет, если вы будете пить лучшее пиво, где сделанное пиво, сделанное в Верхнеуральском пивомном заводе. То есть это у вас не будет, вы не будете бухать, вы не будете размажаться, расхваливаться, это вам не нужно в природе своей, вам это вообще не нужно. Зачем? Это пиво вам дает другие ощущения, и мировоззрение это немножко другое. Качество, аромат, вкус, многократность, потому что это не только одно пиво, которое было раньше, это 6 сортов разного вида пива. И давайте все-таки определимся, почему мы держим цены на уровне, потому что половина сортов пива производится не из наших продуктов питания. То есть мы везем, не будем говорить, как мы это дело везем, и вы можете попробовать все остальное пиво из тех самых мест, откуда все это дело производится. Это очень красиво и ровно. Дело в чем заключается? Я в тех же местах и был, но почему-то мне не сильно понравилось пиво, что-то было немецкое, что-то оно какое-то было странным. А здесь бы я попробовал, и здесь это был интересный вариант, потому что здесь люди смотрят на вас. И давайте все-таки определимся с нашим будущим событийностью. Какая у нас событийность грядет? Времени много-то и осталось. У нас идет событийность, я думаю, праздника главного. И пусть у нас будет Новый год, но наш Новый год благодаря деятельности Верхнеуральского пивонового завода будет более интересным, красивым. Почему? Да потому что вы спокойненько в эти три торговые точки зайдете. Я не понимаю, почему у народа бзики, но с другой стороны, давайте все-таки поделимся, сколько я работаю. И я работаю на протяжении с 2006 года. У меня в 99% случаях бизнесменов. То есть уж поверьте мне, в данном случае вас не обманывают. Вас не обманывают где? Вас не обманывают на Карла Маркса 204, рядом с Тройкой вас не обманывают, вас не обманывают на Комсомольская 25, потому что это не тот смысл событий. Здесь вы пьете идеальный вариант, естественно, качественного и вкуснейшего пива, потому что другого нет, не существует в природе своей, в природе своей не существует. А другие вещи, у которых есть вопрос такой, продолжительность хранения, то есть вам везде рассказывают сказки, что пиво может храниться полгода. Ну это бред, ну это бред. Пиво никогда не хранилось больше 7 дней. Оно и здесь не хранится больше 7 дней, но оно хранится больше 7 дней, потому что оно находится в заморозке. Ну не в смысле не в охлаждении, а плюс 5, плюс 4 градуса. Тогда мы увеличиваем все это дело и срок можно в пределах месяца хранить. Но как правило, оно столько не хранится, как правило, люди начинают понимать. И давайте все-таки определимся с вашими товарищами, которые вас смотрят. Все-таки я рекомендую поделить на моей новостной ссылке, и там много-много-много сюжетов. Скоро будет и дальнейший сюжет. Мы вам покажем то, где пиво готовится. Потому что если я не буду туда-сюда кататься, вы думаете о чем? Вы думаете, на Леху деньги свалились? Во-первых, это дело не делается вообще ни за какие деньги. Потому что я стараюсь и стараюсь это делать вместе с вами. Потому что мы должны получать качественный аромат. А качественный аромат у нас где? Качественный аромат у нас производится в Верхнеуральске, на том самом пивном заводе. Да таких мест-то и немного. Вообще, по сути, нет. Где вы не просираете здоровье, где все в некотором количестве для блага. Вы находитесь в атмосфере обмана. Здесь его нет. Нет чума дорогих шашлыков. Нет отстойного пойла. Тут вариант-то прост. Своё лучшее пиво из Верхнеуральска. Без приблоут вообще. Место вы знать должны. Если нет, повторяю, Карла Маркса 204, это Вавилон. Улица Советская пересекает с 50-летием магнитки. Рядом с тройкой. Так вот у нас вопрос. А у вас должен быть ответ. Как 1 января вы сможете сесть за роль? Или без похмелья сходить в гости к родителям? Хотя, по сути, Новый год это семейный праздник. Аккуратненько. Сегодня я поправлю эту штуку. Достала она меня уже. Конкретно. Это жизнь наша. Я обожаю камеры Kigami. Они дают полноценное цветовое ощущение. Обладают достаточным балансом. Ну, конечно, чуть-чуть поинтереснее Sony. Она немножко позволяет вам снимать, когда режим по полной программе в темноте. Здесь надо чуть-чуть, чтобы было больше. Но какой цветовой баланс в этой дивной камере? Но есть у меня некоторые проблемы. Но это уже отдельная история. В любом случае, я с ней справлюсь и сделаю это дело. То есть, прежде чем я буду говорить о своем событии, я говорю о других вещах. А вот этого почему-то у нас не существует. То есть, все пришли на хоккейный матч. Клуб Металлург, ну, напротив, рядышком со станичным переходом. Это совсем южный переход. И почему там только одно пиво? Я понимаю, что человек хочет продать пиво. Это ему нравится. Но вопрос. А давайте все-таки те, кто занимается деятельностью, так же будут делать это, как дядя Леша. Как только что он вам сказал. Что камера хорошая, но иногда будет лучше, но так камера красивая. И я бы вам рекомендовал. Ну, может быть, вы мне понравитесь. Может быть, вы меня послушаете. Может быть, что-то в голове включится. Хотя, по сути событий, я не понимаю. Нельзя же только воровать. Ну, давайте не будем воровать. Давайте дадим людям возможность самим определяться, что они хотят пить. Так вот, для людей, которые хотят понимать и думать, и что они будут пить, я бы рекомендовал, во-первых, этот сюжет посмотреть. Во-вторых, прокатиться туда чуть-чуть пораньше. Везде задаете вопрос. Лучшее в мире пиво, сделанное в Верхневральске. И вам сразу ссылочка будет на моей страничке. Мало того, еще есть о Советском Союзе спросите. Было у меня такой ресторан, и то же самое. То есть, время идет, но время никуда не меняется. Время никуда не меняется, но становится еще и краснее, интереснее, вкуснее. Потому что, потому что мы о чем рассказываем? О продукции Верхневральского пивоваренного завода. Если раньше что-то было, но сейчас нет ничего, потому что все делается в изумительных традициях отличного качества. И даже невзирая на то, что мы тогда добавляем не местный солод, а мы добавляем не местный солод. Ведь Верхневральское пиво не только Верхневральское, но еще и Жигулевское, но еще и Ячменное, но еще и Пшеничное. Это из российских сортов. А дальше-то не совсем Россия. Рижский сорт пива, немецкий сорт, чешский сорт пива, там еще и кельтский сорт пива. Это откуда? Это мы не можем все это делать, это все берется оттуда. И давайте все-таки определимся, цена вопроса. Цена вопроса как была в долларах, так она там и осталась. Я, конечно, ничего не понимаю, что у нас творится с нашей жизнью, но лично у меня есть вопрос. То есть я бывший своей откинул как-то миллион триста тысяч. И для меня миллион – это очень серьезная сумма, реально серьезная сумма, которую, чтобы заработать, это приходится, наверное, лет 10 пора пыхтеть-то. А то, а то, а то, а то, а то, ребятки. Ну, да ладно, это уже отдельная тема. Все-таки давайте вернемся на круги своя, и мы поговорим о том, что вам нужно. А что вам нужно? Быть честными, красивыми, умными. И это вы можете сделать, если вы будете пить их невральское пиво. Потому что не может это случиться, этого не может случиться в природе своей. Это пиво не дает вам возможность быть вот такими, вот такими. Не-не-не-не-не, это пиво вам не дает такой возможности. И почему мы говорим, что Новый год нам более интересен? Сейчас объясню ситуацию. Дело в чем заключается? Дело заключается в том, что, конечно, ценники на все вырастут. Тут даже думать не надо, потому как это же бизнес. Вы же должны понимать, это просто бизнес. Какая-то мерзость, это сраный бизнес. Потому что в моей жизни, большая часть моей жизни была все-таки в Советском Союзе. И для меня возраст до 18 лет, еще раз говорю, до 18 лет я был именно в Советском Союзе. К сожалению, в оконцовке там один товарищ у нас учудил так, чтобы продал весь Советский Союз. Морло он чмошное, других вариантов даже нет, а другой пропил. Ну ладно, это не из той же оперы. Но счастье-то было очень неплохое, потому что весь Магнитогорск, когда к нам привозили Верхневральское пиво, так и устраивался очереди. Сегодня и сейчас вам тоже сам вы можете устроиться очереди. Но вот этот дивный баланс из разряда бизнес есть бизнес, ну что? Так покупайте эту говенную водку, которая не существует в природе. Покупайте этот говенный коньяк, в котором не существует в природе. И вам вообще-то надо понимать, что вы ради прикола хоть подумайте, что какое население Российской Федерации и везде и всюду армянский коньяк. Ну давайте просто пересчитайте, сколько там должно быть коньячных-то видов. Это только в городе Магнитогорске, просто пересчитайте и поймите, что это бред сивой кобыл, это невозможно сделать в природе своей. Я уже не говорю про остальное пиво. О-о-о, остальное-то какое пиво? Оно уже давным-давно закончилось. Это же тоже, опять же, бизнес, да? Вам-то что? Вы же должны ужраться. Потому что чем больше вы ужрете, чем быстрее вы на тот светом катитесь. Но это не в традициях Верхневральского пивного завода. В традициях Верхневральского пивного завода показывают то, что вы умные, то, что вы с мозгами. И давайте все-таки определимся по цене вопроса. Иногда такое случается, что вы в сетевиках покупаете пиво, которое стоит дороже, чем пиво Верхневральского пивного завода. Да-да-да, посмотрите внимательно, потом заедьте в эти самые красивые и вкуснейшие точки. А в одной из них мы находимся, рядом с троечкой. Попробуйте это самое вкуснейшее пиво просто ради прикола. Вот то возьмите и это возьмите, то и это. И я вам с вероятностью 99% скажу, что вы будете пить только это пиво. И именно это пиво вы и будете пить. И мой был бы к вам грамотный вопрос в преддверии новогодних праздников. Да, кстати, Новый год. Вы, в принципе, если это у вас получится, а для этого вам необходимо и самим посмотреть, и подумать, и голову свою включить. Потому что, скорее всего, ваша голова может быть не мере, чем моя. По одной простой причине, когда мне бошку открыли, то есть часть мозга у меня убрали. Это так, красивая составляющая, немножко сделанная, немножко сшитая. Но у меня же тоже уже не полный мозг человека, а ровно половина его. Ну и что, работаем уже, работаем. Ну, может быть, у вас что-то будет побольше. Поэтому думайте своей головой. Это был бы самый лучший вариант, если вы на первое число на машинах съездили вместе со своими чадами или девушками. Можно и бабушек прокатиться по городу. Если вы будете пить это самое верхнеуральское пиво, даже если вы немного будете пить, ну, ориентировочно на 2, ну, 3-х литровку, это еще вот так, если что-то, я не понимаю, как это вообще возможно пить. Ну, допустим, если вы это дело закончили пить в 4 часа утра, потом легли на боковую, то в 2 часа дня, в 2 часа дня не сразу же, естественно, в 2 часа дня у вас будет ноль. И вы спокойненько можете сесть за машиной. Ну, вы подумайте, господа мои, и сделайте свой грамотный выбор. Я так считаю, что грамотный выбор сделает большее количество магнитогорцев, чем это было годом раньше. И вот оно, и вот оно то самое, что должно быть. Но вас почему-то здесь нет, потому что наши люди решили, куда пойти. Да. Еще раз говорю, я противник коррупции. Почему вы не сможете дать возможность человекам пить пиво качественное? Хорошая тема ведь. То есть, если бы вы пришли туда, где болеете за нашу любимую команду, Металлург, и вам бы дали возможность пиво выпить немножко другое, не магнитогорского разлива, то наверняка уже потом, после этой чемпионской деятельности, будем надеяться, что в этом году, благодаря тому, что у Виктора Филипповича Рашнику 75 исполнилось, мы наконец-таки все-таки вернем к себе звание лучшей хоккейной команды. Ну, кое-кому ее отдали, потом вторая отдала, теперь хватит. Все, теперь мы должны быть крутизной. Ну да ладно, тут вопрос немножко другой. Почему мы не даем возможности человекам почувствовать аромат? Ну, нельзя настолько сильно ненавидеть своих одногурцы, родня чисто своя. Неужели вы этого не хотите, чтобы люди пришли и почувствовали немножко другой аромат? Ну, сделайте в конце-то концов. Это же есть коммерция, она немножко разная есть. Есть коммерция, где бабки щелкают, а есть коммерция, где люди получают удовольствие. Так мне больше нравится та коммерция, где люди получают удовольствие. То же самое, что мы будем говорить о наших дивных праздниках. Я хочу, чтобы наши люди получали дивное удовольствие. Потому что, когда они придут сюда, на Комсомольскую 25, это детище не только Ленинского, но и части Правобережного района, может быть, даже большего, потому что два района не сильно такие крутые, не то что огромный, навороченный Орджоникидзевский район. Да, в принципе, до суда дойти могут, да никаких проблем не возникает. Взять себе качественное пивко и уже 1 числа я увижу наконец... Самое забавное, сейчас для вас будет хохма, я противник, конечно, перемещений, но 1 числа, когда я выхожу на улицу, я никого не вижу, все по сути дела сидят. Так, если вы будете пить хорошее, качественное Верхнеуральское пиво, пункт номер 1, ну, в 2-3 часа вы можете спокойненько сесть за свою роль, никаких проблем у вас 100% не будет, потому что его нельзя выпить много, его надо пить качественно, качественно и вкусности. А когда мне говорят, что вкусности люди покупают полное говно, то его очень много в наших сетевиках, то есть давайте определимся. Я говорю о тех вещах, которые есть в городе Магнитогорске. Не знаю, кто-то может брать, может не брать, я не знаю, где и что. То есть давайте все-таки определимся, сколько у нас сетевиков и сколько этих отличных пивных заведений. Их всего три. Ну, может кто-то еще, может быть там в ресторанах есть, это хорошо. Но то же самое, если еще и ресторан туда плюсовать, то по сути события это даже меньше, чем в 3%. Вот в этих меньше, чем в 3% торговых точках города Магнитогорске есть качественное пиво. Задумайтесь и вспомните. Комсомольская 25, Карла Маркса 204 и рядышком с тройкой. И вот ваше удовольствие, и забудьте, забудьте про это дело. Ну, забудьте, господа мои. Получайте большее удовольствия, потому что это нужно не только мне, но и вам. Так вот оно какое, наше да и ваше удовольствие. Где оно? Комсомольская 25, до Ленина, прямо до Ленина, 75 метров. Ну, примерно еще 250 метров до Комсомольской, до Карла Маркса, это недалеко. Они совмещаются здесь все, да, все они совмещаются. До Октябрьская чуть-чуть подальше. Ну, в общем, здесь все, по сути дела, недалеко. И я отсюда вижу и там, и там до конца. То есть я не только вижу до конца, я еще и вижу до конца поселка, который там у нас. Крылова! О, как я что увидел-то! Я вижу, потому что я люблю не только свою камеру, я еще и люблю свое зрение. И поэтому я стараюсь не напрягать свои глазные глаза, хотя это тоже не получается. Наша жизнь такая. Но что бы я вам в итоге-то хотел сказать? Я бы в итоге вам хотел объяснить другую часть нашего бытия. Бытие, бытийность, будущность и часть лучшего почему-то вдруг оказалось присутствует в городе Металлургов. А как же это? А почему? А где? А почему этого нет в других городах? Потому что у нас есть крутые специалисты. Они очень нормальные и качественные. И они ценят нашу с вами жизнь, потому что город крутой, город нормальный, город продвинутый. Город, в котором есть то, что было. То, что было. Вы не помните? Я вам говорю, я это дело помню. Потому что я тогда жил, и я это помню из той своей жизни социалистической. Она была у меня, кстати. Когда у нас все говорили, что самое лучшее, самое вкусное пиво, это далеко не Магнитогорск. Потому что не получается у нас это делать. Не получается. А в Юрхнеуральске получается. Так вот, в Юрхнеуральске пиво благодаря этому нашему самому лучшему товарищу есть. Будет. Потому что это уже деятельность свыше 10 лет, как мы работаем. И дарим вам то, что должно быть. А это для других. Массированная атака. Ну, я шучу, конечно. Орджоникидзевский район. До Комсомольской 25 добраться просто из Ленинского района. Да и зная протяженность города лучшего. Из Правобережного района это 7 остановок. Далее это Вавилон. 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 Вавилон.